Кто, как и когда займется ремонтом вашего дома? Что делать, если подрядчик некачественно выполняет работы? Ответы на эти вопросы можно получить на семинаре «Школа капремонта». Подробности расскажет Антонина Поздеева. Фонд капитального ремонта, здравствуйте. Как показывает практика, немногие граждане грамотны в вопросах капитального ремонта. Два года во всех городах и районах края специалисты регоператора проводят семинары по вопросам капремонта. В прошлом году прошло 46 таких встреч, а в этом году уже провели 41 и еще 4 запланировано. За два года уже более 2000 граждан посетили «Школу ремонта». Конечно, первоначально все усилия были направлены на то, чтобы жители города Барнаула располагали необходимой информацией. Кроме того, мы выезжали на семинары в крупные города, края. То есть охвачены были все местности. На сегодняшний день у нас осталось всего несколько районов, где мы не успели побывать, но, естественно, планируем. Решение, в какой очередности будет проведен капитальный ремонт, принимает городская или районная администрация. Господдержка зависит от количества собранных средств. Сборы жителей домов должны составлять не менее 80% в сельской местности и 88% в городе. Только при этом условии собственники могут снизить себестоимость ремонта в их многоквартирном доме и приблизить дату начала работ. Донести эту информацию до людей, объяснить необходимость сбора средств и дать консультации. Вот основная задача сотрудников регионального оператора по вопросам капитального ремонта. Просто часто захожу на сайт регионального оператора, и поэтому там я увидела, что каждую пятницу проводится эта школа. Я решила посетить и посмотреть, как это все проходит. У нас ТСЖ, и мы открыли свой собственный счет. Поэтому меня заинтересовали вопросы, на какие именно конкретно цели мы можем использовать эти средства. И дали вообще всем облемящий вопрос, ответ на эти вопросы, и поэтому я очень довольна и службой, и организацией. В последнее время увеличился поток граждан, желающих попасть на личный прием. В этом году проконсультировали уже 1235 человек. Это на 400 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего людей интересует оплата и порядок получения компенсаций. Задать свой вопрос можно также, не выходя из дома, по телефону горячей линии. Его вы видите на экране. А на сайте регоператора можно узнать график проведения семинаров. Антонина Поздеева, Вадим Быстревский. Новости.